Приветствую вас. С точки зрения психологии, поведение коллеги означает выход его из зоны комфорта. То есть ситуация такова, что факт встречи с вами выводит его из зоны комфорта. То есть заставляет его нервничать, заставляет его волноваться, заставляет его переживать, заставляет его, значит, испытывать нервное возбуждение. Вот. Это если мы говорим по фактам. Если мы говорим именно по факту. Как вот оно есть. Да? Но это очень общий момент. Потому что много может быть причин, почему человек ведет себя именно так. Совершенно очевидно, что вы ему создаёте в какой-то степени мотивацию. То есть вы для него мотивирующий фактор какой-то. Благодаря вам человек испытывает некую потребность. Это не обязательно какая-то, знаете, такая ярко выраженная чёткая потребность. Это может быть и неосознаваемая потребность человеческая. То есть это может быть, может быть так, что человек не понимает, что он хочет. Может быть так, что человек не отдаёт себе отсчёта в том, что ему нужно. Вот. Такая история тоже может быть. Вот. Но совершенно очевидно, что вы его, значит, смущаетесь. Совершенно очевидно, что вы его как-то стушуете. Да? Когда вы даёте человеку ощущения неуверенности в себе и так далее. Вот. Ну и наиболее частым, наиболее таким распространённым явлением, это бывает тогда, когда человек испытывает симпатию. В этом случае, если вы симпатичны ему, в этом случае, мужчина может вести себя подобным образом, в этом случае мужчина может так вот стесняться, стушеваться, и, в общем-то, не рисковать посмотреть на вас. Вот. На более глубоком уровне это означает, что человек не уверен в себе, что у человека есть масса страхов, что у человека есть масса переживаний, что у человека есть масса сомнений в себе. Вот. И так далее. То есть вот на уровне, на таком психологическом уровне это означает именно данный аспект. Что человек боится. Человек боится, человек испытывается, испытывает какие-то негативные эмоции. Можно сколько угодно говорить о том, насколько это хорошо, насколько это плохо, да, например, но это вот так. И, собственно, в дальнейшем, в дальнейшем, очень многое зависит от того, собственно, что вы хотите. То есть если вы, к примеру, хотите для него, для этого человека чего-то, то, ну, по-видимому, вам придётся делать первый шаг. По-видимому. Вот. Если вам на человека плевать, да, если вам плевать на него, то лучше никак не реагировать, потому что любое проявление свой адрес, он будет интерпретировать как знак внимания. А если, если вы не считаете его достойным вашего внимания, то, по сути, ему будет очень болезненно то, что вы, к примеру, его там не оценили, обманули и так далее. Такие люди, они могут быть достаточно мстительными, к сожалению. Вот. К сожалению, такие люди могут быть достаточно мстительными, вот. Поэтому лучше здесь ложной надежды человеку не давать. Вот. Вот, в принципе, такое можно сделать резюме, да, исходя из того, что вы написали. Конечно, этого мало, конечно, этого очень, этого очень немного, вот. И, конечно, возможно, есть еще какие-то вещи, например, допустим, такая история, что человек, к примеру, с вами, кулькурирует, ну, допустим, за рабочее место, к примеру. Вот. В таком случае он, вероятно, так же будет вести себя с вами. То есть это, ну, на мой взгляд, это очевидно. Другой вопрос, если, опять же, к примеру, для вас это такая вот неприемлемая история. Вот. Это уже, конечно, да, это уже момент. Если вы считаете, что так вот, ну, нельзя, что, если вы считаете, что такое поведение не достойно мужчины и так далее, да, то, опять же, лучше будет, если вы в той или иной степени, дадите ему понять это. А вот это просто экономить много времени и вам и ему. Ну, в общем, в общем, да. Вот. Значит, вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что это было полезно вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за внимание. Продолжение следует...